Здравствуйте. Какие красивые у вас глаза. Господи, я ори, ты дурак! Видать, ранимый. Видать, ранимый? Ага. Ранимый это ты, потому что тебя уронили только что. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы снова на канале Алехандрус. И мы продолжаем смотреть аниме Лун. Третья серия у нас. В предыдущей серии. Давайте сейчас вспомним. Наруто вот это мне писали в комментариях. Что он считает. Не знаю, что это. Пенис. Да. Вот это самое главное было. Вот хорошо, что не забыли. Я вот сейчас смотрел, думал, вот не дай бог забудут про пенис. Вообще будет не то, понимаете. Переснимаем все по новой, все херня, да. Но не забыли, не забыли напомнить пенис. Да, это хорошо. Это хорошо, не запутаемся теперь. Будем знать, с чем все закончилось. Буктер, отдохни пока тут, а я, пожалуй, пойду и поищу много новых друзей. Хорошо, Сир, будьте осторожны. Ты с таким лицом их будешь искать, тебя не получится их найти. Это первое. Второе. Компуктер какой-то маленький, или мне кажется. Вот мне реально кажется, или он какой-то маленький. Возвращение в дно. Какой-то в лес вот. Так, значит. Компуктер сегодня сам не сегодня. Начал нести какую-то ахинею о том, что вода, это неизвестная жидкость. Если дальше так пойдет, эта экспедиция может закончиться ни на чем. Это да, это в самой первой серии было. Он такой, я упал в какую-то неизвестную жидкость, а потом такой. О, так в воде, мы в воде, короче, и сразу. Я что хочу сказать, на дерево надо было залезать. Ты пошел, там деревце было. Чувак. Зря ты. О, космический лунный скайп. У меня для вас весьма интересная информация. Та жидкость, в которую мы высадились, все же это была вода. Да, я в курсе. Нет проблем, обращайтесь. На этом все. До связи. Не совсем ты прав, на самом деле. Не только вода. Там еще немного кузиновской ссанины было. Понимаешь, это ссаная вода. Ссаная вода. Вот научное название этой жидкости. Так что компуктер твой, он немножечко не шарит. Его надо бы там как-то, знаешь, шестереночки, гаечки, болтики бы все это подправить. Да, а то он не разбирается. Что за... Подождите, не сбежите, документы покажите. Реально обширенно. Документики? Это реально обширенно. Вы с ним вступили на запретную территорию, тем самым нарушили закон 1, 2, 3. Именно поэтому вы должны предъявить документики, чтобы я могу вас по закону отшлепать. А, точно, документики. Я от самой забыл их дома, сейчас бегаю. Вот это чисто вот это вот анимешное, вот это вот... Когда вот это... Такая вот капля пота огромная, знаете, как будто Ниагарский водопад. Вот когда... Такие вот лица, такие вот... Это вот прямо вот чистое аниме. Чистое... Чистокровное, мать его, аниме. Я прямо узнаю. Давай сейчас пчелёнок тоже так урожи сделаем. Так. Чё, он не улыбается. Чё, он не улыбается. Куда он делся? Надо улыбить отсюда. Поиск друзей пошёл немного не по плану, да? Как-то так себе, как-то друзья ищутся. Да и друзья так себе, да и ищутся так себе. Всё так себе, всё плохо. Надо бы доложить генералу. Шо это такое? Что это за штука? Как быстро, а? Быстро, однако, тебя. Это этот, паук, как его там? Шнюк. Шнюк-паук. Ну-ка, как он будет выглядеть сейчас, мне интересно. Анимешный шнюк-паук, это я бы посмотрел. А, так он ещё не только шнюк-паук, он ещё и этот самый патриарх, патриарх православной насекомной религии какой-то здесь местной, да? За меня там колоколов-то так нормально. Здравствуйте. Какие красивые у вас глаза. Господи, ори, ты дурак! Ты дурак! Я сам чуть не заорал, а я и заорал, но не так, как ты, конечно. Возможно, это конец. Помочь? Ага. Так. Это он сам, да? А, Кузя! 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 Кузя, у тебя писька на лице выросла! Чего надо ещё раз с этим делать, Кузя? Друг мой. И сзади выросла на голове, на затылке, и на лице выросла, понимаешь? Двусторонний пипедастровый Кузя. Мне кажется, пластические хирурги местные, насекомые, они работают, нет? Надо обратиться к ним. Пожалуй. Блин, у него такое лицо было, как будто он сейчас обосрался. Вот это, Лунтик, ты чё? Запор, что ли? Что ж это за лицо? Извини, а что это? А что это? Это обычная вода. Она поможет избавиться от паутины. Да, или, как говорит наш компуктер, неизвестная жидкость. Не, ну подожди, обычная вода, ты хоть не ссал в эту бутылку, а тут, а что ты падла такая? Так. Да по-любому он нас ссал туда. Самое, благодарю за помощь. Ариготу. Ариготу не принимаю эту помощь. Сейчас саньёмся с Болю. А вас как зовут? Меня зовут Кузика. Приятного знакомства, Кузика. Взаимно. Мне ещё нравится такая флегматичная, спокойная озвучка. Вот озвучка прям классно сделана. Это прям идеальные интонации для того, чтобы подчеркнуть вот какую-то абсурдность и юмористичность ситуации. Оно прям идеально ложится вообще на картинку. Не, ну точно ссанина, а? Да. Слышал. Эээ, смотря что. Кажется, это паучаря. И похоже, что он идёт сюда. Прости, ничем не могу помочь. Ты куда? Не бросай меня. Да ты чё? Придурок, брызгнуть вот так не мог наотмашь? Хоть бы какие-то паутинки бы. Ничем не могу помочь. Ты это дольше говорил, блин, чем брызгал на паутину. Дебил. Ого. Шнюк, да вы в прекрасной форме, однако. Вес явно сбросил. Тебе что, никто не говорил, что портить чужие вещи нехорошо? Извините, я случайно, я всё починю. Извинения. Портить чужие вещи, которые были использованы для того, чтобы я тебя держал в заточении, мразь, да? Тут недостаточно. Я должен наказать тебя. Я караю всех, кто посягается на моё имущество. И ты не станешь исключением. Вау. Слушайте, мистер паучара. Так это ж Халк Хоган. Я узнал. Титаны рестлинга на ТНТ. Я был маленький, смотрел, там Халк Хоган, там Голдберг. Они там дрались. Там а-а-а. Такие вот рожи были. Это он. Вот, значит, как карьер-то не задалась. Парочку полнометражных фильмов там снялся. А потом пришлось в Лунтика. О, смотри, зато он тебя освободил от маутины, видишь, видишь, какой профит? Видать, ранимый, ага, ранимый это ты, потому что тебя уронили только что. Вот ты вот ранимый конкретно, причём с высоты. Он прям как пиявка всосал в себя мою энергию. А дедуля-то свихнулся. Да. Видимо, я недооценил пацанчика. Вот этого не надо было. Что ж, теперь придётся его убить. Можно без этого? Маучар. О, правильная тактика, идеальное попадание. Как раз куда надо, вот куда попал, чётко. После такого удара он всё же стоит на ногах. Как такое возможно? Ну, кстати, да. Это хороший вопрос, потому что мне доводилось такой удар на себя принимать. Удар судьбы. Там на ногах особо не постоишь. На ногах особо не постоишь. Даже переживаешь тот момент, что не только на ногах не постоишь, но и вообще ни в каком состоянии не постоишь ничем. Когда тебе туда прилетают. Ну, слава богу, нет? Слава богу. Глубокое проникновение. Ох, сейчас будет. Он исчез. Слишком глубокое проникновение. Прямо в недра земли, да? Секретная техника. Обнимашки. Обери свои лапы от меня. Чувак, а нахрен тебе компьютер этот? Компуктер или кто? Компудактер? У кого там чель лечишь? Ты же можешь просто залететь вообще на луну, мне кажется. Силой своей реактивной жопой. Ну, она и неудивительна. Ох, нифига. Что-то обидно, как будто лунтик мне был. Гуля, да починю я эту твою штуковину. Кстати, а для чего она? Это ловушка для тупых дауна вроде тебя. Так. О. Ненавижу. Вот знаете, есть Человек-паук, а это потлатый Человек-будак. Я бы так сказал. Эту штуковину. Эй! Еще раз тронешь мою паутину? Убью! А силенок хватит? Зассал! Обиделся, что ли? Все, Человек-мудак ускакал. Блин, офигеть, слушайте, какие они маленькие. Это ж трава все получается. Трава такая огромная, охренеть. Так, ну... То есть, кажется, что Человек-паук-шнюк такой крутой. Там на паутине летает. А в траве это просто... У тебя ползет такая херня. Тоже мне... Я бы мог поприйти бы во всех бы растоптать. Вообще, вот. Вот что я сейчас понял. Что я круче, чем эти накаченные молодцы. Я просто пришел вот так вот, хоп и все. Понимаете? Не стало бросать того чудика. Клопики. Хотя, что я мог сделать, а у меня не было выбора? Кузика? Ба. Это что, куст заговорил? Не понял. Ну что, привет, кутика. Скучал бы нам? Очень скучал. Местное хулиганье, да? Аниме Лун. Конец третьей серии. Судя по вот этому взгляду в конце, вот этому, четвертая серия начнется очень интересная, ребят. Скучал бы нам? Ммм. О! Красавчик. Какой миленький аниме Лунтик, слушайте. Вы прям посмотрите. То в детстве, да? Еще до того, как раскачался и нажрался протеина. И всяких, всяких там прочих качательных субстанций, которые тебя качают. Окей, давайте мы на нашем двустороннем пиписичном кузе, кузике, закончим. Да? На этой картинке замечательной. Такая вот серия. Ссылка на оригинал в описании. Переходите, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал автора. Также лайкайте, комментируйте, подписывайтесь тут, если вам не трудно. Жмите колокольчик поделиться, вступайте в группу ВК. Ссылка внизу тоже в описании. И все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.